Мирбека Асанакунова Это не первая акция протеста против главы Федерации профсоюзов. Ранее подобный митинг прошел 19 февраля. Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску и рекомендовал решить проблему внутри организации самостоятельно. В социальной сети Instagram 24 февраля под одним из новостных порталов пользователь Рома Унузов написал комментарий, что сегодня в ГУМе будет теракт в 17.30. Смертник уже готов, его родителям выплатили 2 миллиона долларов. Написано в сообщении. По этому факту материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 239 «Угроза совершения акта терроризма». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГКНБ установили пользователя. Им оказался 18-летний гражданин Юнузов. Он был задержан и доставлен к ГСУ ГКНБ. В ходе опроса задержанный раскаялся в содеянном и признался, что написал комментарий в соцсети из хулиганских побуждений. Информация о возможном акте терроризма не подтвердилась. По предварительным данным, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. В рамках досудебного производства Юнузов был задержан и доставлен в ГСУ ГКНБ. В ходе опроса задержанный раскаялся в содеянном и написал комментарий в соцсети из-за хулиганских побуждений. Информация о возможном акте терроризма не подтвердилась. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. Напомним, это не первый ложный вызов о теракте. Вчера сотрудники спецслужб задержали телефонного террориста. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В 2017 году он был осужден за вымогательство и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. В Бишкеке прошел суд по делу Аскарова. В Верховном суде должны были решить вопрос о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам в отношении приговоренного ранее по жизненному заключению правозащитника Азимжана Аскарова. Процесс отложили в связи с тем, что представители гособвинения не ознакомлены с делом. Прокуроры ходатайствовали перед судебной коллегией о даче им времени для ознакомления с материалами дела по дополнению к кассационной жалобе адвоката Валериана Вахитова. Оказалось, что адвокат ранее писал кассационную жалобу и сдал ее согласно процедуре в суд. Но позже он дописал дополнение к своей жалобе, и прокуроры не получили уведомления об этом. В связи с этим они просят время для изучения дополнения. Суд, вернувшись с совещательной комнаты, сообщил, чтобы адвокаты, как положено, передали дополнение к своей жалобе. В итоге слушание перенесли на 6 апреля. В суд, кроме родственников Аскарова, представители международных организаций пришли сотрудники трех посольств – США, Франции и Великобритании. Азим Жан Аскаров жил в Базаркоргонском районе Джалабадской области и занимался правозащитной деятельностью. После июньских событий 2010 года был задержан по подозрению в организации беспорядков и соучастии в убийстве сотрудника милиции. Решением судов всех инстанций он был приговорен к пожизненному заключению. 25 февраля премьер-министр провел внезапную проверку Центра обслуживания населения-2 и государственного учреждения УНА. Глава правительства ознакомился со всеми этапами работы Центра обслуживания населения-2 и пообщался с гражданами, получающими здесь услуги. Радует то, что больших очередей, как раньше, нет. Помещение просторное, что помогает разместить больше специалистов для обслуживания населения. Хотел бы отметить, что элементы цифровизации здесь уже работают. К примеру, электронная очередь. «Нам необходимо пересмотреть вопрос создания более лучших условий для граждан», подчеркнул премьер-министр. Также он отметил, что в ближайшее время ожидается завершение судебного разбирательства по предыдущему тендеру. После этого будет объявлен тендер на закупку электронных бланков паспортов нового образца, выдача которых запланирована с 2021 года. Это решит многие проблемы, в том числе повысит уровень доверия других стран к нашим паспортам, к стране в целом. Жители Бишкека и юристы требуют отставки генерального прокурора Кыргызстана от Курбека Дямшитова и прокурора столицы Темирбека Бекмаматова за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и ненадлежащий контроль за работой подчиненных. Об этом на пресс-конференции заявила представитель общественного фонда «Наше право» Светлана Антропова. По ее словам, главный надзорный орган страны полностью отгородился от народа, начиная с турникетов в каждой прокуратуре, бронированных дверей и заканчивая полным игнорированием Конституции и законом Кыргызской республики. Как отмечают активисты, сотрудники надзорного органа не отвечают на обращения граждан, а также отказывают предоставление актов прокурорского реагирования. В связи с тем, что мы полностью утратили доверие генеральному прокурору, прокурору города Бишкек, который вообще ничего не делает, к ним вообще никому невозможно попасть на прием, особенно к генеральному прокурору. Мы направили сейчас заявление от граждан о принятии президенту Кыргызской республики, о принятии нас на личный прием. Мы просим Саранбая Шариповича принять нас лично, потому что все встречи с Советом Безопасности, с представителями аппарата президента также не дали никакого результата. Поэтому мы хотим донести лично президенту и предоставить все факты того, что генеральный прокурор, мы считаем, несовместима эта должность с нашим генеральным прокурором. Не исполняет он ни законы, ни права граждан не защищает. Поэтому мы просим президента принять нас на прием и, соответственно, мы все-таки также продолжаем просить отстранить генерального прокурора, прокурора города Бишкек от занимаемой должности, потому что они не соответствуют своей квалификации, на наш взгляд. Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 5%. Такое решение принято правлением НБКР. В Нацбанке отметили, что в Кыргызстане цены демонстрируют имеренный рост. На 14 февраля инфляция составила 3,5% в годовом выражении. Подорожание продуктов оказывает инфляционное давление на общий уровень цен. Также они добавили, что развитие экономики страны по-прежнему в большой степени находится под влиянием внешнеэкономических условий. В странах основных торговых партнерах Кыргызстана экономическая активность сохраняется. Тенденции на глобальных и региональных рынках продовольствия в ближайшие периоды продолжат постепенный рост. Нижняя точка стоимости ресурсов кредитных аукционов будет начинаться с 5%. Но так как увеличение произошло всего на 0,75, это в принципе большого влияния по нашим прогнозам не должно оказать. А теперь к хорошим новостям в мире кино. В Кыргызстане пройдут съемки исторического фильма о лидере Чехословакии Александре Дубчике. Об этом сообщили в Министерство культуры. По информации ведомства, 24 февраля министр культуры Азамад Джаманкулов встретился с продюсером словацкой киноиндустрии «Лека» продакшен Андреем Антонио Лекой. Они обсудили планируемые съемки исторического фильма «Лицо человека», посвященного политическому и общественному деятелю Чехословакии 70-90-х годов Александру Дубчику. Продюсер Андрей Антонио Лек отметил, что фильмом заинтересовались актеры мировой величины. Одну из ролей сыграет французский актер Жерар Депардье. Над фильмом уже взяли Петранат премьер Словакии Петер Пелегрени и его чешский коллега Андрей Бибиш. В мировой прокат фильм запустят уже в 2022 году.